О, отлично. Здравствуйте, меня зовут Александр, я преподаю на стеке курс, который называется «Архитектура операционных систем». Это логическое продолжение курса, про который Виктор Вадимович рассказывал, который называется ACOS. И вот если ACOS рассказывает о том, как взаимодействовать с операционной системой, то мой курс рассказывает о том, как эти операционные системы работают изнутри. Аудитория — это второкурсники МФТИ. Прекзиты у них уже есть по курсу ACOS, они уже знают в каком-то смысле C, как-то они понимают базовый ассемблер, хоть в этом году его не было, он был в другом курсе. Курс состоит из лекций, семинаров и лабораторных работ, экзаменов у него полностью отсутствует, то есть все, что вы просто сделали в течение года, все это будет учитываться, вся ваша разрешенка будет зависеть только от того, что вы сделали в течение года. Курс длится всего семестр, и на самом деле это очень мало. Почему это очень мало? Потому что вот список изучаемых тем. И если вот там про загрузчики, про прерывание процессора еще там можно как-то уложиться в один семинар, то всякие темы вроде планировщиков процессов, файловых систем, модели памяти X86 — это огромные темы, которые обычно в один семинар не укладываются, и их нужно там минимум 2-3 иногда семинара, чтобы это рассказать, показать, и еще рассказать, как будет устроена лабораторная работа. Тем не менее, все это как-то приходится в 15 недель учебных впихивать, поэтому курс такой получается довольно маленький. Значит, лабораторные работы у нас проводятся на базе специальной операционной системы, которую мы разработали, она называется HelloOS. Это была, собственно, операционная система, которую я представлял на этой же конференции в прошлом году. В этом году она прицепила какие-то изменения, про которые я расскажу. Значит, это открытая учебно-операционная система. Как я уже сказал, она используется как такая платформа для всех лабораторных работ на моем курсе. Она открыто лежит на GitHub, ссылка есть, под лицензией MIT. Есть какие-то написанные фичи, как она устроена и так далее. Это все я рассказал в прошлый раз, но если пробежаться, это такое монолитное Linux-подобное ядро, которое поддерживает современную x86 архитектуру и какие-то там наборы современных и не очень технологий, чтобы дать понять студентам представление о темах, которые я показывал на предыдущем слайде. Значит, здесь написано открытая со звездочкой, потому что она открытая только становится по течению курса. Почему? Потому что HelloOS в себе содержит уже решения каких-то лабораторных работ, которые студентам нельзя показывать. Прямо сейчас версия, которая лежит на GitHub, она неполная, потому что сегодня через почти 5 часов у студентов будет последний дедлайн, после которого я уже выложу финальную версию. Но там сейчас есть какие-то недоработки, поэтому она может не собираться или там валиться. В основном сам HelloOS я выкладываю раз в год после того, как заканчивается курс. Но в течение года она доступна в материалах курса, про которые я сейчас чуть позже расскажу. Итак, что нового в HelloOS? Программа в этом году курса стала чуть больше, и HelloOS потребовал адаптации к этим новым изменениям. Во-первых, появилась поддержка 64-битных x86 процессоров. В прошлом году мы рассказывали только про 32-битные. Поскольку 64-битный режим требует четырехуровневой адресации, появилась четырехуровневая адресация. Про пай мы успешно забыли, про двухуровневую систему адресации мы тоже успешно забыли. Добавили современные способы вызова сисколов с помощью инструкции сискол. И самое важное, в HelloOS появилась поддержка мультипроцессорных систем, SMP. Ну, это не поддерживается. И после того, как появилась поддержка SMP, сложность в разы выросла, потому что появились всякие racecondition, различные deadlock, всякие спецэффекты, которые появляются, когда вы добавляете несколько процессоров, которые исполняют вашу операционную систему. В этом году также все лабораторные работы были переработаны. То есть если в прошлом году это была какая-то такая хардкорная заготовка для студентов, которая требовала доработки, осознания того, что у вас в задании хотят и так далее, то в этом году это почти все материалы компилируются, и их нужно было как-то оптимизировать или добавить какие-то новые фичи. Это позволило студентам более точно понимать то, что от них требуются задачи, потому что не всегда то, что вы пишете, все могут понять, а когда у вас есть какой-то код, который что-то делает, вы можете запустить его, сравнить, проверить и так далее. Но правда, если задача была на что-то дописать, конечно, у них такого инструмента не было, но вот тех задач, где нужно было что-то оптимизировать, это было. Почему почти все? Потому что некоторые задачи стояли из-за того, чтобы полностью добавить какой-то функционал, поэтому некоторые этапы от HelloOS не компилируются. В этом году появилось два трека у курса. В этом году доступно, собственно, написание и дописывание лабораторийных работ, а также более продвинутым студентам, которым интересно более подробно во всем разобраться, им доступен трек написания операционной системы с нуля. Они заводят проект на GitHub и в течение курса делают какие-то, управкивают проект, я говорю, что им нужно сделать. В основном это все выравнивается с тем, какие лабораторные работы мы делаем. То есть там, условно говоря, мы добавляем аллокаторы физических страниц в лабораторных работах в HelloOS, ребята добавляют, соответственно, такие же аллокаторы с аналогичными требованиями к асимптоматической сложности выделения страниц и так далее в свои операционные системы, выкладывают, я это ревьюю и ставлю соответствующие оценки. Семинары в этом году тоже стали двух типов. Значит, семинары, требующие после лекции разбора того, как будет устроена лабораторная работа, потому что лабораторные работы были довольно большие, и некоторым нужно было показать, какие частки кода там дописывать, что нужно не трогать, а где можно потрогать какие-то утилитарные функции и так далее. И у нас было два экспериментальных семинара, в которых я показывал, как те или иные технологии устроены в Linux. Я рассказывал про то, как Linux обрабатывает прерывание, как он входит в фрейм обработчика прерывания, и про виртуальную файловую систему я рассказывал. Значит, про материалы. В прошлом году курс состоял исключительно из видеозаписей, таких полусеминаров, где я все как раз рассказывал про код, но в предыдущей версии HLS. В этом году у нас, поскольку появились лекции, появились также и дополнительно презентации к этим лекциям, которые тоже выложены в открытый доступ под Creative Commons. Можете зайти посмотреть, все презентации и так далее там есть. Дальше. И в этом году курс стал обязательный для одного направления и факультативный для каких-то других, поэтому в этом году стало больше людей. Вот в этом году у меня было три группы, всего суммарно 31 человек был, у меня было 4 домашки, 20 независимых заданий, и нехитрой математикой можно получить, что это очень много вообще в принципе данных решений. Каждое из данных решений требует помимо этого не только проверки, но и после того, как вы проверили, пишите какие-то замечания студенту, студент их правит, вам еще раз нужно проверить, у некоторых нужно еще раз проверить, потому что они еще какую-то фигню написали. Поэтому в суммарной сложности мы с ассидентами отсмотрели 400 плюс ревью, это неминутное дело, потратили довольно большое время, но почти курс завершили, сегодня последний дедлайн у студентов будет, когда можно все дождать. Однако в этом году попались также хитрые студенты. Хитрость их заключалась в том, что они пытались заслать заведомо неработающий код, который, вот прям читаешь, он прям 100% не работает. Были еще более хитрые студенты, они, видимо, у своих каких-то коллег списывали материалы, и затем меняли как-то что-то там, и в результате у них код даже не компилировался, когда я пытался запустить его. Поэтому, как Виктор Вадимович в предыдущем докладе рассказывал, мы запланировали поддержку автоматической тестирующей системы для этих лабораторных работ. Это нетривиальная тема, поскольку если вы можете алгоритмы как-то более-менее детерминированно проверить, то операционная система зависит как минимум от порядка выполнения того или иного куска кода. Если на первых лабораторных работах, где нужно просто в фору написать это не видно, то когда вы пишете аллокатор памяти или планировщик задач, это уже становится нетривиальной задачей, которую мы будем решать в следующей итерации курса. Также мир сейчас идет с тенденцией к тому, что от x86 отказываются, поэтому более перспективной является изучение ARM архитектуры или RISQV. И на следующий год запланировано также, помимо x86, также запланировано изучение ARM архитектуры и, соответственно, поддержка ее в HaloOS. Более того, она постепенно появляется. Сам HaloOS от рефакторен таким способом, что архитектурно-зависимые части уже вынесены в отдельный код, а более глобальные вещи остаются в каких-то верхнеуровнях папках. Собственно, все. Это все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо. Спасибо. Попросы есть? Так. Спасибо.